Остроты именно последнего паса под штрафной. Мы рассчитывали на то, чтобы два нападающих, которые вышли более свежие, они принесут свои дивиденды именно при фланговых подачах, при навесах, потому что мы пытались большую часть зайти через середину, более комбинационно, но эти попытки пресекались соперникам. Поэтому был расчет на то, что и фланговая игра Тикнизяна с левой ногой, и два нападающих в створе ворот принесет нам определенный плюс. Но, к сожалению, остроты нам немножко не хватило. Спасибо. Да, только по ПВТ погромче, пожалуйста. А вы как считаете? Мы боремся в первую очередь за победы, мы боремся за место в таблице и двигаемся поступательно вперед. Каждая игра для нас, она очень важная. И, конечно, все соскучились по победам, потому что их недостаточно. Мы очень хотим побеждать, но именно такого фундаментального завершения нам пока не хватает. Олег, попрошу, все-таки вопросы больше по игре. А касаемо состояния Нинахова, я, как понимаем, получил повреждение. Уже после свистка Даку на нем нарушил правила. Что с Нинаховым сейчас? Серьезно или что-то? Ну, пройдет обследование, доктора посмотрят уже степень, если есть оно повреждение, скажут. Может быть, это просто ушиб, и все обойдется достаточно хорошо. У нас блиц. Давайте, Саша, уступим на секундочку. Лукас почувствовал в моменте единоборствия дискомфорт, поэтому приняли решение о замене. Посмотрим, опять же, насколько оно, степень серьезности его. Дальше будем уже от этого отталкиваться. Что касается Хамулича, на тренировке, в момент удара, поворотом, то же самое, есть определенные ощущения, поэтому врачи будут сейчас его восстанавливать, чтобы он вернулся здоровым. Спасибо. Всю неделю СМИ раздували контракт Дзюбы, сегодня он выходит. Это ответ хейтерам? Это никакой не ответ никому. Мы готовимся. Я уже сказал на том, что Артем часть коллектива и сосредоточен на решении выполнения текущих задач, как и все футболисты. То, что всплывает различного рода негативная информация и вокруг клуба создается определенный антураж, мы на это не реагируем, мы стараемся действовать сообща и своевременно именно на поле внутри команды. Олег, есть еще вопрос? Королев Роман. Добрый вечер. Как оцените сегодняшнюю игру? А я старик, как вы? Только честный труд, телеграм-канал. Михаил Михайлович, добрый вечер. Как оцените сегодняшнюю игру с Рубином и как вы считаете, чего не хватило для победы? Я думаю, вначале уже коллеги спрашивали ваших, что не хватило, не хватило остроты, не хватило более такой динамичной именно под штрафной игры и с завершением, то есть этого нам немножко не хватает в последнее время. Но опять же, команда действует целостно и у нас очень хорошие моменты были в первом тайме, когда нам надо было забивать хороший выход один на один и у Самошникова, и у Пеняева, и во втором тайме то же самое, поэтому именно последнего завершающего удара, то есть, знаете, такое есть ощущение, что чуть-чуть и команду прорвет, потому что вы видели с точки зрения организации атаки в предыдущем матче с ССК мы достаточно были хороши, именно в атаке, да, поэтому здесь нам немножко не хватает вот последнего завершающего удара. А устроило ли вас это ничья? Ну нет, конечно. В любом случае, движение по таблице вперед, это положительный результат с точки зрения набора очков по таблице, но опять же, мы говорим о том, что сейчас в чемпионате любая команда, любая, я подчеркиваю, команда может обыграть своего оппонента, соперника. Не важно, на каком она месте находится, да, поэтому и те команды, которые находятся внизу таблицы, они могут обыграть лидирующих команд и при этом выглядеть достойно. Поэтому у нас сегодня такой чемпионат, что каждый коллектив, каждая команда представляет собой боеспособный коллектив. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова